Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Да, приветствую. Нас обманули и вас обманут. Жены мобилизованных опубликовали манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Текст обращения разместил один из телеграм-каналов, объединяющих родственников мобилизованных. В этом манифесте жены и родственники обращаются к россиянам с мольбой о помощи и жалуются, что государство отвернулось от тех, кто уехал воевать, и их семей. Если позволите, я процитирую. Нас предают и истребляют свои же, нас обманули и вас обманут. Ведь все это время нам только показывали ленивую стабильность, надежность и безопасность. Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы, а потом наших любимых забрали на Украину. На Украину. Ну, я цитирую. Обещания по факту оказались пустышкой, многие не вернутся никогда, мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность, за ширму стабильности для большинства наших мужчин. Мужчины платят кровью, мы здоровьем и слезами. Эти авторы, значит, манифеста отметили, что в будущем никто не защищен от их участи и назвали ситуацию в стране абсурдной и раскритиковали Владимира Путина, при этом выразив надежду, что он еще, цитирую, услышит их чаяние. Конец цитаты. Я уже обращался с этими вопросами, хотел бы тоже к вам обратиться. Есть какой-то потенциал в этом? То есть, растет какой-то градус? Или что это? Безусловно, растет, конечно же. Я думаю, что подобных заявлений будет и обращений все больше и больше. Именно поэтому до марта Путин постарается сделать все возможное, чтобы не объявлять эту мобилизацию. Поэтому они будут предлагать больше денег. То есть, мобилизация будет проводиться на коммерческой основе. Но надо понимать, что это обращение стало таким резонансным в социальных сетях, в соцсетях. Это обращение не покажет по федеральным каналам. Это обращение не будет тиражироваться ни одним средством массовой информации в России. То есть, это все попадет, так сказать, только в квартиры тех людей, которые так пользуются интернетом и, в принципе, понимают, что происходит в Украине. Значит, то есть, это, на мой взгляд, не может приобрести какой-то массовый характер до марта. Потому что, ну, скажем так, общественное мнение, безусловно, накипает и закипает. Но оно в диктатуре не может трансформироваться в какие-то формы протеста, какой-то политической активности без раскола или, надо понимать. Я думаю, что все такие события будут в основном происходить после марта. До марта они либо купят кого-то, либо успокоят, да, либо выплатят какие-то, значит, там, огромные компенсации автомобилей и прочее-прочее. То есть, они постараются замолчать этот протест до марта. Самых буйных, скорее всего, они могут спокойно репрессировать. И, скорее всего, они так и сделают. Так что, потенциал у этого есть, но не нужно ожидать, что он раскроется в какой-то там ближайшем обозримом будущем. К сожалению. То есть, сначала пряником, да, там, спустят разнарядку губернаторам, платите и очень быстро не задерживайте все выплаты, чтобы успокоить таким образом. Если это не сработает, тогда дубинка, да? Ну, я думаю, что на самом деле там количество тех, кто будет, несмотря ни на что, протестовать, не такое большое. Потому что кого-то успокоят, кого-то обманут, кого-то купят, да. Кого-то они накажут. Они будут так же, как и с политическими оппонентами, применять тактику разделяя и властвуют. То есть, одним пряник и другим кнуты. И вот, кому-то пообещают, что все это вот-вот-вот закончится, подождите, мы выясняем. То есть, им главное, вот, буквально три месяца до марта. Дальше, после марта, руки будут развязаны, они могут делать все, что угодно. Поэтому, к сожалению, перспектива таковы. Как будут проходить эти так называемые выборы в марте? Да они будут проходить традиционно. Они не пустят никаких серьезных, сильных кандидатов с антивоенной позицией. А они есть? Ну, они в тюрьме в основном, либо в эмиграции. Нет, есть несколько человек, но понятно, что никто их никуда не пустит, да и сами они не рвутся в этих условиях. Потому что, ну, если мы предположим, что, например, Евгений Ройзман есть такой популярный политик, бывший мэр города Екатеринбург, вот, ну, предположим, если бы он был зарегистрирован, то мог бы составить серьезную конкуренцию Путину. Я даже в этом не сомневаюсь. Но, конечно, его никуда не пустят. Вот, а даже если он вдруг заикнется об участии в выборах, его посадят на следующий день. А может быть и в этот же день. Так что кандидатов не будет. Это будет такая, значит, спецоперация по захвату власти. Путину важно, чтобы в телевизоре это выглядело как настоящие выборы. То есть он будет конкурировать, у него будут оппоненты, ну, типа Зюганова и вот таких кандидатов, которые, понятно, никакой популярностью не пользуются. И главное, что все эти оппоненты, ну, в принципе, разделяют провластный мейнстрим, да, провоенный. Поэтому дальше, если Путину недостаточно будет голосов, ему дорисуют. И в марте он выйдет с результатом, нарисованным, да, 86 процентов или 82 процента. Ну, им главное показать, что в этот раз за Путина проголосовало больше, чем в 18-м году. Вот так это примерно и пройдет. Это не значит, что у них обязательно все будет по плану. То есть там черных лебедей может оказаться больше, чем они ожидают. Я думаю, что и мы постараемся какую-то скоординированную кампанию провести, нет Путину. Вот. Но все самое интересное в любом случае будет происходить после марта. А кто будет псевдоконкурент с якобы антивоенной позицией? Или псевдоконкуренты, возможно, будут, но вот эту позицию точно артикулировать никто не собирается? На мой взгляд, такого кандидата не допустят. Ну, то есть есть там попытка Бориса Надеждина, может быть, будет какой-то кандидат от Яблока, хотя я сомневаюсь, что они будут допущены до выборов. Ну, даже если Борис Надеждин будет допущен до выборов, то вся его антивоенная позиция, она будет достаточно умеренной только в социальных сетях, надо понимать. То есть никуда его на федеральные каналы пускать не будут. Тут, скорее всего, сделают дебаты в таком формате, что там просто ничего сказать не сможешь. Это когда собирается там пять кандидатов, все кричат друг на друга, где шестым кандидатом выступает ведущий, какой-нибудь пропагандист, который вовремя начнет выкрикивать какие-то там лозунги или еще что-то. Поэтому никакой реальной борьбы, никаких реальных дебатов, ничего этого не будет. Обычно то, что предшествует выборам, это одно, но сразу после этих выборов, в этом случае России, так называемых выборов, начинается совершенно другая реальность. Вот скажите, пожалуйста, что-то изменится после этих так называемых выборов или все останется, то есть линия останется прежней? Я о чем конкретно? Про мобилизацию и так далее. Вы правы, совершенно. Это касается не только России, а вообще любой диктатуры. Сам результат, ну в принципе он запрограммирован уже, понятно, что нарисует Путин сколько надо. Здесь важно, в каком формате все это будет происходить. Если удастся оказать какое-то сопротивление, и всем будет очевидно, что Путин себе все эти голоса нарисовал, то обычно диктаторов уже не воспринимают в качестве легитимных руководителей своих государств. То есть все равно можно повлиять не на итоговый протокол, не на цифры в итоговом протоколе, а на послевкусие, так сказать, организовать. То есть если элиты, если значительная часть граждан и в мире поймут, что весь этот результат поддельный, вот тогда может быть все, что угодно. От раскола элит до протестов, как это обычно происходит в диктатуре. То есть власть меняется не на выборах, а вследствие выбора. Так что все будет после марта, точно после марта. И очень важно, как граждане себя проявят в ходе так называемого голосования. Даже не называя выборами, потому что никаких выборов нет. Мы их заранее не признаем. Кстати, парламентская ассамблея Совета Европы уже выступила с резолюцией. Не признавать никакие выборы, потому что Путин идет на пятый, формально на пятый срок. А если мы учитываем еще Медведевский срок, ну на шестой. Медведев был, так сказать, подогревал стульчик, он был третьим сроком Путина. А это противоречит вообще всем нормам международного права. Это даже противоречит российской конституции, которую они там, которую они подтерлись. Так что, если будет всем очевидно, что царь нарисовал себе победу, то я уверен, что начнутся серьезные процессы уже внутри России. Давайте сейчас про эти процессы поговорим, но прежде хочу уточнить. Вы сказали о том, что непонятно еще, как граждане себя поведут в эти дни голосования. А как они себя могут повести по-другому? Ну, например, одна из идей, которая обсуждается в оппозиции, поскольку есть сторонники бойкота, есть сторонники участия, типа надо все равно прийти и голосовать за любого другого, кроме Путина, даже если нет хорошего кандидата. Мы думаем, ну, как минимум за рубежом организовать акцию «Полдень против Путина». Это когда все граждане России выходят в одно время, в один день на избирательную участие. А дальше каждый может там делать все, что угодно. Важно показать очереди, и понятно, что эти очереди против Путина выстроятся. Ведь с Тихановской было все то же самое. Выстроились очереди, и несмотря на то, что Лукашенко себе эту победу нарисовал, он не воспринимается, ни внутри страны, ни за рубежом, как легитимный президент. Что будет организовано внутри России, мы пока сейчас сказать не готовы, потому что мы не понимаем вообще, какие кандидаты будут допущены. Это будет понятно в течение двух месяцев. И тогда какая-то стратегия у нас появится. Но как минимум мы хотим организовать кампанию для того, чтобы в социальных сетях все самые известные люди нашей страны, которые там иностранными агентами признаны или выдворены, или там, которые в тюрьмах сидят, выступали против Путина, убеждали не голосовать, не поддерживать Путина, потому что Путин – это война, Путин – это репрессии, Путин – это изоляции, Путин – это движение назад. Вот сейчас как раз мы думаем о том, как эту кампанию правильно организовать с учетом, конечно, огромного количества ограничений. Но, тем не менее, есть хороший пример. Мы, конечно, в гораздо худшей ситуации, чем Чили во времена Пиночета. Но там, когда у оппозиции было 15 минут каждый день на телевидении, они организовали кампанию «нет», и в итоге люди проголосовали «нет», и Пиночета ушел. Путин, конечно, никуда не уйдет в результате голосования, но если люди каким-то образом проявят свою позицию, а по всем опросам уже почти 70% хотят, чтобы все закончилось, война закончилась. По разным причинам, с разным результатом, все по-разному об этом говорят. Но тренд такой, и, конечно, война становится все менее и менее популярной в России, и надо это использовать. Мы постараемся. Вы сказали о том, что элиты могут расколоться вследствие, ну да, вот после этих так называемых выборов, вследствие результата. Если цифры будут космическими, вообще не соответствующими никаким образом с действительностью, тогда возможен раскол элит. Что это за элиты? Кто конкретно может быть вот этой группой, вот этим лагерем элит, которые могут восстать? Кто эти люди? Сейчас я постараюсь объяснить, невозможно дозветь коротко. Дело в том, что здесь мало чего зависит от цифр. Да, цифры мы не обсуждаем, нет смысла обсуждать цифры. Важно ощущение. Честно это все было или нет, да? Вот если будет ощущение, это называется perception, да? Мы можем, так сказать, управлять perception с восприятием. Вот если в обществе, в элитах будет ощущение того, что народ больше Путина не поддерживает, да? И народ вышел на самом деле, голосовал против, а здесь все подтасовали и все фальсифицировали, то Путин перестанет быть сильным. Путин перестанет быть легитимным, а это значит, что нахрена он нужен. И сегодняшние элиты, которые, конечно же, боятся Путина, боятся репрессии, потому что со своими Путин расправляется более жестоко. Они сейчас боятся, поэтому они действовать не готовы. Потому что в их восприятии сегодняшнем Путин это человек, который контролирует общество, да? Путин человек, который пользуется поддержкой, Путин человек, который контролирует силовиков. Вот когда эти мифы все будут разрушены, то он просто перестанет быть вот этим страшным царьком, да, против которого страшно восстать. И тогда люди даже самого ближайшего окружения, которые просто поймут, что дальше уже за него цепляться-то опасно, да, потому что в какой-то момент может быть и бунт бессмысленный, и беспощадный, а спрятаться уже негде, потому что под санкциями везде. Вот, более того, огромное число людей в элитах, это те, кто мечтает вернуться в Европу и своих детей туда отправить, и разморозить свои яхты, считай, и так далее. Вот в какой-то момент, мы не знаем, когда этот момент наступит, да, черный лебедь какой-то, да, очередной прилетит, вот, и они поймут, что пора действовать, потому что как только Путин почувствует слабость, в первую очередь он начнет репрессии против кого? Против того, кого он больше всего боится. Кого он больше всего боится? Он боится силовиков, которые его могут свергнуть, потому что общество его свергнуть не может, он это понимает, вот. А чувствуя слабость, он начнет расправляться с самыми яркими в своем ближайшем окружении. И вот тогда эти люди поймут, что сейчас нас раздавит, как это было в сталинские времена, я подчеркиваю, был какой там съезд партии, съезд победителей в 30, по-моему, четвертом году, а в 37 году половина членов президиума и центрального совета были репрессированы. И эта историческая память, она сидит, так сказать, в умах очень многих людей, которые сегодня думают, что они, так сказать, управляют этим катком репрессии. Они понимают, что когда-то, как в этом мультике, ну погоди, да, ты сначала управлял катком, потом не справился с управлением и уже бежишь от этого катка. Так вот, когда для большинства людей из ближайшего путинского окружения станет очевидным, что они первые на вылет, да, тогда для них будет гораздо менее рискованно уже начать какой-то заговор, переворот или еще что-то. Иначе они просто сядут, или иначе у них откажет сердце неожиданно, или еще что-то произойдет, или самолет не долетит. Они это все прекрасно понимают. Вот и все. Путин в какой-то момент начнет закручивать гайки против своих. Это неизбежно, да. Любой диктатор, дряхлеющий, который теряет популярность в народе и который чувствует свою слабость, в первую очередь начинает избавляться от своих внутренних конкурентов, потенциальных конкурентов. Кто там? Мишустин, Собянин, кого еще Патрушева-младшего называют. Эти люди сразу станут для Путина угрозой и проблемы. И эти проблемы Путин будет вынужден решать. Начиная решать эти проблемы, он создает другие проблемы, да, потому что те это могут ответить. Вот что будет происходить. И дальше уже будет какой-то раскол, и в этих условиях гражданское общество поймет, что вот теперь уже протестовать можно, потому что силовики в условиях раскола, они бездействуют, и какая-то часть элит будет опираться на это общество. Поэтому, ну, варианты могут быть разные абсолютно. Я не говорю, что они хорошие прям сразу для России, но в любом случае любое движение лучше, чем вот это болото, куда Путин всех загнал. Дмитрий, ну, как мне представляется, да, для всего этого нужен лидер, нужен инициатор. А вы видите кого-то из людей, кто может претендовать на эту роль? Потому что вот вы сказали, например, Мишустин, Собянин, ну, у них нет ресурса. А вот Патрушев? Это может быть кто-то из них спокойный в определенный момент, да. Так же, как, ну, вспомните, Хрущев, это был представитель номенклатуры. Дальше Горбачев, да, и Ельцин, это все тоже были представители номенклатуры. Но в диктатурах так происходит, да, идет ставка на какого-то своего, да, который становится предателем по отношению к своим. Так это обычно и происходит. Горбачев стал предателем по отношению к своим однопартийцам, да, Ельцин предал Горбачева, ну, грубо говоря, да, их интересы разошлись. Но все это были выходцы из номенклатуры. Поэтому я считаю, что на первом этапе в России произойдет номенклатурный транзит. То есть это не будет сразу движение в сторону демократии. А важно, в каких условиях этот транзит будет происходить. Если он будет происходить при каком-то консенсусе силовиков, то это будет смена одного на другого. Возможно, война будет закончена, будет попытка вылезти из-под изоляции. Но репрессии продолжатся, никаких реформ демократических не будет. Но если этот транзит будет происходить под давлением общества, то тогда на второй уже, на втором этапе, во второй итерации возможны какие-то компромиссы, договоренности о реформах, об освобождении политзаключенных. Ну, при Горбачеве это было, в принципе, да, он там выпустил всех Сахарова и политзаключенных. Правда, это заняло много времени, но тем не менее. Поэтому я очень надеюсь, конечно, что будет именно второй вариант, а дальше уже будут демократические выборы, да, ну, свободные, по крайней мере, выборы на втором этапе. А о том, заканчивать ли войну, вот это решение будет принимать конкретно человек, который будет после Путина или круг лиц, вот эти так называемые элиты? Ну, этот лагерь отдельный, который мы с вами уже обсудили. Я думаю, что в окружении Путина не так много людей, которые искренне поддерживают этот курс продолжать войну. Потому что все прекрасно понимают бессмысленность, все прекрасно понимают, к чему приведет изоляция, да, а изоляция это не только Россия от западного мира, это изоляция элит от мировых. И они в этом смысле проиграют, да, а заход под Китай, он себя не оправдывает совершенно никак, да, поэтому, как только Путин становится слабым, то, скорее всего, запрос и в элитах, и в обществе будет на мир, да, на какой-то, так сказать, на выход страны из-под изоляции, из-под санкции, да, вот это будет, мне кажется, очевидно и так. Ну, это видно просто, да, все они не торопятся проявлять свою какую-то там провоенную позицию, даже когда их заставляют. Заставляет Мишустина, заставляет Собянина, заставляет многих других, но они максимальную дистанцию от этого держат. Даже я вот, честно говоря, не помню, чтобы сын Патрушева где-то заявлял, что он прям поддерживает войну и сторонник. Вы помните такие заявления? Я нет. А я думаю, что они считают наперед, да, потому что сейчас вот ты должен проявлять лояльность Путину, вот, а зачем себя закапывать раньше времени? Если есть возможность как-то отмалчиваться, они будут отмалчиваться. И это как раз и есть такой сигнал, да, многим, что в случае изменения ситуации, да, мнение в элитах и решение в элитах поменяется. Кто будет принимать это решение? Ну, скорее всего, будет принимать любой новый вождь. Сначала это будет, конечно, к сожалению, вождь, просто этот вождь не будет обладать такими полномочиями, и он не будет иметь сакральный рейтинг, как Путин, да, он вынужден будет с Западом о чем-то начинать договариваться, чуть-чуть с обществом договариваться, да, идти на какие-то компромиссы. Вот, но вот уже, извините, в одну рылу управлять страной не сможет, как Путин. Не будет таких возможностей, не будет ни экономических возможностей, не будет ни популярности, вот, и не будет монолитных элит вокруг этой личности, потому что раскол означает, что все равно какая-то значительная часть людей с деньгами, ресурсами, да, будет мешать этому новому вождю. Значит, тебе нужно будет, чтобы не проиграть, искать союзников. А твои союзники, у тебя два союзника, это Запад, потому что Запад командует санкциями, а это значит, командует перспективами российской экономики, вот, ну, по крайней мере, отчасти командует. И второе, это общество, а может быть, также общество будет в какой-то момент первым игроком, когда тебе важно будет показать, что ты не кровожадный крокодил, как Путин, и ты готов, значит, открутить гайки в обратную сторону, кого-то освободить, да, осудить жестокость репрессивного аппарата, вот, и вот два, два козыря, которым может воспользоваться новый какой-то линин. И это дает шанс на изменения, потому что, подчеркиваю, вот, по крайней мере, то, что знаю я, ни в бизнесе, ни в среде чиновников, ни даже среди, скажем так, средне звено силовиков и Минобороны, эту войну не поддерживает и не хотел. Поэтому, как только появится возможность отыграть, они воспользуются. А что может и что, вернее, даже так, что предложит Западу вот этот новый лидер, и на что Запад готов будет пойти? То есть, Запад готов будет договариваться в целом? Запад, конечно, будет готов договариваться, но при исполнении определенных условий. И, на самом деле, задача российской оппозиции, чем мы сейчас занимаемся, да, чтобы здесь больше не было бизнес из южа, здесь все понятно, да, война преступная, ее надо остановить, территории оккупированные нужно освободить, да, компенсации выплатить, провести демократические реформы. И только тогда поэтапно можно будет выводить страну из-под санкций при соблюдении, четком соблюдении всех этих условий. А иначе какой смысл? Я не думаю, что Запад будет снимать санкции просто под какие-то пустые обещания, потому что доверия уже нет, здесь будет четкий торг. Более того, выйти, вывести страну из-под санкций будет крайне сложно, потому что одно дело там Америка-Канада, да, а если мы берем Европейский Союз, это 27 стран, и они должны все договориться, они должны найти компромиссы какие-то, а если они не находят компромиссы, решение не может быть отменено, поэтому это достаточно сложный процесс, и он затянется на годы. Смотрите, а есть гарантия какая-то, что новый вождь не захочет начать новую войну? Это во-первых. А во-вторых, что в рамках этих переговоров будущих будут они, не будут, не важно, ну, скорее всего, будет, да? Этот вождь поймет, или там, круг лиц поймет, что мы не можем пойти на такие уступки, мы не можем выполнить то, что от нас требуется, именно потому что мы просто потеряем власть, именно поэтому мы будем следовать курсу предшественника. Нет, я, смотрите, одно дело продолжать какую-либо войну, да, для этого у страны нет никаких ресурсов на самом деле, и мне кажется, уже после марта вот эти 70% сторонников мира, назовем их так, они вырастут там до 80-85, то есть чем дальше, тем меньше будет сторонников войны, поэтому я думаю, что ни политического, ни финансового ресурса, там, через пару лет продолжать войну не будет точно. Значит, какой вариант, да, если ты не можешь с помощью войны отвлекать внимание россиян от внутренних проблем, значит, ты должен их решать, а для того, чтобы их решать, тебе нужно закончить конфронтацию с Западом, тебе нужно будет добиваться отмены санкций, это будет долгий процесс, конечно, сразу политически они не смогут все условия обеспечить, но и Запад не будет сразу снимать эти все санкции, я думаю, что это будет такая дорожная карта на несколько лет, ну, по-другому это невозможно, но прекратить войну, как минимум, да, это в состоянии сделать любой следующий вождь, лидер, как угодно можно его называть. Путин подписал закон о госбюджете на 2024 год, 40% расходов бюджета на войну и на охрану режима Путина, на здравоохранение пойдет 4% бюджета. Вопросы какие-то будут задавать? Нет, не будет, потому что никто этого не будет обсуждать. Ну, то есть, вопросы будут задавать те, у кого и так много вопросов. У кого вопросов нет, во-первых, не будут иметь доступ к этой информации, а во-вторых, даже если у них вопросы появятся, и что дальше? Кому они будут вопросы задавать? Путину в телевизор кричать? Ну, нет никаких инструментов, да, для того, чтобы задавать вопросы. Потому что в демократических странах, если у тебя вопросы есть, ты либо на улицу вышел на митинг, да, либо ты пришел на выборы и выбрал другую власть. Здесь нет таких инструментов. Ну, кричать в телевизор можно, конечно, вот как вот шутка была, да, писать Медведеву в Твиттер, все равно, чтобы кричать Путину в телевизор, да, одинаковый эффект и результат. Поэтому, ну, вопросы, конечно, эти вопросы будут возникать, но здесь надо понимать, что от финансирования ВПК многие регионы бедные выигрывают, финансово выиграют, потому что туда огромные деньги пошли. А даже когда деньги поступают на военные предприятия, это значит, что работники потом, получая зарплаты, идут в магазины, да, и покупают товары, ну, как бы спрос растет на товары, на любые услуги. То есть регионы сейчас, даже некоторые регионы такие депрессивные, они получили даже, ну, такой, такую серьезную поддержку финансовую. Поэтому, безусловно, вопросы у кого-то будут возникать, но пока нет механизмов, как-то это все трансформировать в какое-то политическое действие, но это пока не будет менять ситуацию внутри страны. Спасибо вам, Дмитрий Зеленовичевский. Да, пожалуйста. Всего доброго. Друзья, Дмитрий Гудков был с нами на связку, подякуем ему. Субтитры сделал DimaTorzok